здравствуйте господа добро пожаловать на наш очередной подкаст сегодня у нас консимпл white и его лидер бом чарс он чарс здравствуй всем добрый вечер надеюсь я правильно тебя произнес опять нигде ошибок не допустил просто каждый раз новые лидеры ну по крайней мере не столько на в целом новые новые сообщества новые лидеры и уники не у всех достаточно простые где-то тоже будет у меня опечатки ну в общем чатах сказано все верно ну это отлично ты наверное слушал наши предыдущие подкасты наверно с каким-нибудь клан лидерами наверно специфику знаешь наших подкастов как они проводятся знаешь смотри ну то есть я повторюсь для многих если кто что не знает то подкаст на состоит примерно из трех-четырех частей первая часть мы общаемся по поводу клана вот такие симпл white где они играли с кем они бегали кого они унижали кого они топтали вторая часть мы говорим о его лидере о бом чарсе где он появился в игровом сообществе первый раз как он продвигался и так далее ну третья часть мы говорим по него и четвертая часть мы отвечаем на вопросы которые вы задаете коллеги из чата а вкратце как-то так а допом чарс тебе такой вопрос самый самый первый как тебя зовут павел паша павел ну кому как проще бы паша 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 павел это хорошо это на самом деле просто намного упрощает процесс потому что бом чарс это такой достаточно сложный для меня в плане разговорного наверное сленга чтобы это все выговорить расскажи пожалуйста павел а когда у вас вообще образовалась ваше сообщество потому что судя по дискорду который я смотрел у вас там сейчас более 1300 наверное человек и больше даже да ну нет даже чуточку меньше у нас сейчас и семья память не подводит 1000 с копейками ну если смотреть без ботов тут 1099 человек о и наверное такое количество людей по крайней мере для сообщества для гильдии набрать не так-то просто но по крайней мере требуется достаточно большое время сколько вы набирали такое сколько вы набирали людей по времени и вообще с какого года вы существуете ну если смотреть прям самого начала родились мы в 2010 году это был проект айка 2 может быть тут слышал откололись мы на тот момент ну достаточно от маленькой гильдии но как бы нам не понравилась их политика скажем так на тот момент в случае откололись не от бандитов потому что у нас бандиты были прошлый раз и мне поразила такая фраза что у них там постоянно какие-то кто-то состава уводил а нет это не выслушаем ну как минимум в том проекте на тот момент я не все ничего не слышал наверно только пару лет как что-то узнал а еще раз повтори пожалуйста в какой игре вы были айк 2 это было первое это что же такая игра такая айка 2 айка 2 это игрушка от геймнета а собственно почему она нас тот момент заинтересовала там было как бы правильнее выразиться достаточно интересная система власти можно наверно так нажимайте все назвать получается нации были то есть там не помню сколько их уже честно было уже много времени прошло и нации получается делились ну получится каждая нация как 4 ветки был архонт маршал там ну я понимаю давай мы не будем так углубляться в самые-самые детали прям что за игра скажи это мморпг или нет это мморпг да это мморпг она где была популярна в ру язычном сегменте либо в евро язычном в буржуях ну вот насчет европы не знаю играл я потому что только на ру принципе онлайн там был ну как минимум на тот момент достаточно хороший где-то года наверное до 12 может чуточку позже года до 12 и вы так говорите вы ушли там от из какой-то гильдии и решили собрать свою компашку небольшой все верно и в каком количестве его покинули гильдии формально нас было там человек 10 ну то есть очень мало мы просто так откололись чуть-чуть побегали посмотрели но решили как бы чуть-чуть подальше развиваться набрали в принципе первую сотку тогда это есть еще память не подводит то ли тимспик то ли редко у нас был вроде бы тимспик тоже многие сидели на этом потому что редко был свое время достаточно бесплатно и не многие скуптились чтобы покупать винтрилу тимспики сидели там хотя там по качеству то связи такая была ужасная там бывало вот сидишь общаешься и просто одни помехи за помехами ну на самом деле до были такие проблемы мы в принципе урой ткала такие проблемы были частенько во время осад например просто бац и нет осады да такое такое тоже бывало скажи пожалуйста от какого клана вы отклонились вот это я уже честно не вспомню тоже был слишком давно а это ну хотя бы вкратце там расскажи это был вообще какой-то топ клан либо это мидл клан был там же наверное были какие-то войны за что-то нет это не топ-клан был это вообще была академия академия ну то есть какой-то такой небольшой незначительный клан с которого вы просто решили уйти который наверное даже был может быть и неприметной ну по сути да все хорошо вы ушли в 10 человек вы организовать свою гильдию разрослись до первой сотни и начали там сидеть в тимспике каким успехов вы добились с этой сотни ну в принципе если брать именно этот проект то основном мы занимались пве контентом там еще были всякие битвы за леопольд и подобное но мы как-то в пвп особо там не лезли поэтому основа это было пве контент крабили по чуть-чуть ну там шмотки точили и так далее чем развлекались по-своему а почему вы приняли решение уйти из этой игры вы посыпались либо вышел куда другой более интересный проект и вы хотели сменить его на более успешно развивать даже свое сообщество свою гильдию ну на самом деле можно наверное сказать что отчасти посыпались онлайн в принципе в игре упал соответственно люди начали отпадать но осталось достаточно мало людей да и там потом как бы вышло так что мы тимспик на редкол теряли в принципе много людей в итоге поменялись ну не вышло с ними связаться каким-либо причинам поэтому отчасти это скорее был можно сказать и раскол и не совсем онлайн упал как бы все и следующая ваша игра это какая была от из айки вы ушли куда так если меня память конечно не подводит то после айки мы ушли в арчейдж но мы долго там не задержались ну там вообще прям почти не задержались можно так сказать архея архея в каким составом переходили уже вот сколько вас из этой сотни осталось людей и с сколькими людьми с каким костяком вы перешли в археидж ну собственно говоря там примерно так и был где-то человек 20 30 у нас фактически там и не было а почему вам не понравилась игра либо вас не получилось что-то там ну мне скорее просто игра не зашла правильнее так сказать то есть она как бы с виду неплохая но мы как бы стартанули в археидж это в пятнадцатом году и как бы чуть-чуть упустили свое же было поздновато то есть мы играли не с релиза то есть вам было уже достаточно сложно догонять других людей которые там играли с релиза которые что-то там уже показали которые достигли многого всего ну можно и так сказать конечно чисто теоретически как бы я думаю может быть и получилось но вот игра как-то не зашла что и вот после археи же куда вы перешли после археиджа мы перешли в бд о ну вот без онлайн black desert онлайн а я просто незнаком особо с black desert там с бд о там же наверно тоже есть какие-то сервера или нет или там один единый сервер с карта в бдошке сначала получается они хотели сделать как я понял два сервера получается один типа папа ну не под подписки получается там с наборами просто вышла канитель некоторые но это типа было что-то вроде подписочного и был просто бесплатный сервер как бы он делился на канал и мы в принципе все то есть меняешь канал как бы можете перевернуться с другими людьми то есть сервер как бы был один в этом плане ну конечно там какое-то время еще этот премиум сервер просуществовал но как бы как я понял по итогу он все вы перешли в бд о самого начала как только игра начала ну как только произошел анонс с релизой либо вы также пришли чуть позже в дом из заботы играли с закрытого бета-теста и выиграли мы там чтобы не соврать но до двадцатого года то есть 2020 года это достаточно большой срок вот в забыл в бд о каким составом вы приходили туда и до каких успехов бд о вы достигли потому что я так понимаю из бд о наверное 2020 год это в принципе вы уже сейчас перетекать в него ровно до промежуточной игры уже не было это можно и думали промежуточной было после буду еще ну давай пока остановимся поподробнее на бд о что у вас происходило в бд о и чего вы там достигли она в бд о мы стартанули на забыто чуть-чуть посмотрели побегали но как бы это кончилось собственно началось абт стартанули мы приблизительно в 50 человек она уже впоследствии в игре добрались там просто поначалу тоже был лимит гильдии по слотам этом нужно было расширяться не сразу все поместились но по итогу как бы до сотни мы дошли поиграли поиграли там с переменным успехом где-то когда-то первые узлы брали пару раз там четверки взяли да ну на замке мы не ходили как бы достаточно сложная конкуренция была скажем так на тот момент это те же айдишки претс и вайт равенцы ну и так далее ну и собственно примерно как-то так как бы успехи какие-то были да то есть но мы как бы не стремились прям там влететь в топ-1 всех образно говоря загасить или еще что-то сделать то есть мы в основном занимались пве контентом ну и временами как бы ходили на те же ноды то есть это в основном были первые ноды но пару раз как блин на 4 залетела как говорится удача штука такая пве контент то есть в принципе от вашей гильдии можно представить так что вы мид состав были мид клана в бдул black desert онлайн и наверное у вас там люди играли с таким с небольшим онлайном наверное по четыре часа там по 5 это и люди достаточно здрастные все верно или нет ну просто да да все верно а почему вы не стремились быть ну лучше уходить в пвп и драться с топ кланами там уже была достаточно большая пропасть на тот момент потому что у нас не было такой политик то есть мы не брали только топ игроков и не стремились к этому то есть мы брали людей которым была интересная игра и как бы в основе как-то так и выходило а игроки вступали в амклаун по какой причине чем вы их так привлекали ну в частности это была прокаченная гильдия то есть те же пвешники или те же рыболовы и те же сборщики да им нужны были бафы то есть они в любом случае скорее но уже не нулевый гильдии ну и собственно ну короче чтобы было проще им этим заниматься что еще в принципе атмосфера то есть но у нас в любом проекте наверное за исключением то может быть парочки какая относительно дружеская атмосфера можно так наверное сказать ну и как бы в основном приятно играет наше все так что вполне возможно что этим это хорошо из бы того по какой причине вы стали уходить 2020 году ну надоело просто скажем так достаточно длительный срок прошел и просто приелась надоело кому надоело тебе как главе либо надоело тебе и твоим офицером либо в целом по клану надоело потому что я знаю что есть люди которые играют только в одну игру я играл в линейку и у до сих пор она с 2000 какого она получать 3 или 4 года есть до сих пор игроки которые играют на старых хрониках который вот чисто олдфаги которым не не прям не смотрят на другие или говорят что все это говно дайте нам старую добрую линеечку и буду наверное такие игроки есть как у вас прошел такой дисбанк вот по какой причине все-таки вы решили за дисбандиться по твоей причине по причине офицеров либо просто вся гильдия проголосовала что все надо заканчивать ну большинство мы решили что мы уходим как бы остались некоторые игроки то есть глава была передана ну как бы офицер там какие-то остались те кто захотели остаться но основной народ ушел и в каком количестве вы стали уходить на тот момент это было около 70 человек ну там некоторые остались опять-таки так что чуточку меньше 70 70 человек в принципе достаточно большой состав и куда вы этим составом пошли потому что ты говоришь есть какой-то промежуточный проект после бдо перед него тысяча даже промежуточный проект еще до того как мы ушли с бы до наверное это был самый такой масштабный даже такой был это у нас был ревелайшн онлайн это получать семнадцатый год до это у нас был сервер тарас чтобы не соврать было нас там 200 с копейками человек но опять таки параллельно бы до как бы игралась ну как бы ревелайшн тоже говорит наверно был наш такой первый опыт в кросплат ну не только корпус просплатформа разделение что ли на две игры так можно сказать а какую цель вы ставили разделяя свою гильдию на два проекта это вы хотели популяризировать свое сообщество популяризирует свою гильдию или какие-то другие цели потому что управлять гильдии в двух разных играх это достаточно сложно так чуть-чуть прослушал повторюсь и несложно какая цель была разделять вашу гильдию на два проекта потому что управлять гильдии на том проекте достаточно сложно а здесь их по сути две два проекта раздельных и кто управлял ими на тот момент в бдо получается был другой лидер на тот момент конкретно я именно вот в этот промежуток времени был в ревелайшн там слову кто-то в чате написал что не был такого сервера тарас не тарас а тарасак раз к все ты ты ушел в реву правильно а кто-то руководил другим в бдо да да все верно а для чего вы это сделали кому-то кому-то не понравилось бдо и вы решили уйти в реву или какой-то другой был интерес а на самом деле просто зацепилась стилистика на стилистика игры просто зацепилась да к несчастью она конечно была ну достаточно можно сказать багован и не совсем доработанная да и вроде пару лет назад и заходил вроде бы не особо что-то поменялось но на тот момент на это как-то не особо обращали внимание то есть просто как бы понравилось но почему бы и нет почему вы решили идти из ревы из ревы мы ушли мы сначала планировали пойти на другой сервер там открывался какой-то новый в восемнадцатом году но там чуть-чуть вышло так что не получилось то есть как бы просели там просили это в общем раздербанили нас две части можно наверно так сказать а пересекался ли ты в реве с какими-то другими кланами которые идут сейчас в new world потому что принципе наверно много игроков ну по крайней мере я знаю и игроки и гильдии которые также были время а ну конкретно из тех что я знаю именно на нашем сервере вроде бы их не было конечно возможно я чего-то не помню то есть вообще как бы на другом сервере да то есть те же джиска и как бы до были все было на нашем сервере из тех кто на данный момент идет но я как минимум не помню а время вы также были как участвовали как мид клан правильно время мы были на нашем сервере в топ-10 так что но об 10 принципе что-то среднее чуточку повыше наверно это здорово здорово и по какой причине опять же вы ушли в из ревы из бдв в какой следующий промежуточный проект в это кстати поставим вопрос так после ревы бы до у нас был бдм то есть благ desert мобайл в принципе мы там до сих пор как бы остались и лостарк собственно как бы тоже до сих пор там присутствует бдм и лостарк а там как ваше сообщество представлено это тоже как как вы себя там позиционируете как мид клан либо позиционируете себя как топы в бдм мы позиционируем себя как мид клан в основном просто чили мы занимаемся пве в лостарке чуточку другая история там если меня память не подводит насталась наша гильдия simple red собственно да у нас там есть разделение simple white simple red или как некоторые называют simple colors составная его старк в принципе они достаточно неплохо себя показали более 20 недель удерживали топ-1 сервера это еще на во время антареса а ну и после на эльдеране в принципе по сей момент до сих пор находится в топе почему вы приняли решение сейчас дисбандится и переходить new world и остаются ли вас сейчас какие-то составы в других игр потому что я с тобой до этого говорили что есть еще вы играли в один забегали да у нас остаются из бдм и не уходим то есть но там нас немного на данный момент если меня память не подводит 46 человек но там гильдии до 50 человек поэтому до лостарке нас на данный момент если меня тоже память не подводит могу чуть-чуть соврать вроде около 70 или 80 человек и лостарк тоже никуда не уходит как люди остаются там играть то есть new world по сути идут люди которые недавно к нам присоединились а либо уже давно ушли из какого-либо проекта и просто ожидают то есть опять таки это те игроки которые со старых проектов ушли ну и новички естественно у вас получается ну по крайней мере я смотрю вы представлены в бдл вы лостарке вы сейчас идете в него скорее всего будут еще какие-то мобильные игры которые бум в которые вы наверное зайдете для чего вам это для чего вам заходить в различные игры какая цель вашего сообщества потому что это уже не гильдии там на самом деле сообщества целая ну собственно наша цель в первую очередь это приятно провести время там уже в зависимости от проекта то есть если мы строим какие-то планы то ну как бы возможно это осады то есть возможно где-то только пве контент опять-таки все очень сильно разница проект проекту где-то у нас есть конкретная цель например попытаться залететь в топнул там естественно бывают конечно преграды не всегда получается но тем не менее где-то мы просто как бы даже и не планируем поэтому все от проекта к проекту разница в этом плане а не проще ли задисбандить все например гильдии на других проектах и сосредоточиться только на одном но на одном чтобы это было примут прям в качество в качество сделать собрать большой состав сделать не знаю там один состав чтобы был в топе второй там мид состав к примеру так но у нас просто чуть-чуть другая политика внутри гильдии то есть остаются люди которые заинтересованы в проекте то есть вот формально я допустим ушел откуда-то такие люди остаются в некоторых проектах конечно уже нет но тот же лостарк бдм они остаются им просто интересны эти проекты то есть даже формальные семь скажу ребят погнали там побегаем по доминируем но если они не заинтересованы в проекте силы ты их туда не загонишь а как то вы беспокойтесь о своем бренде но бренде simple white потому что опять же то что вы так и немножко разбежались по разным проектам в принципе наверно сложно координировать управление самого бренда чтобы ну бренд грубо говоря процветал чтобы он рос а не то чтобы он где-то там на каком-то проекте грубо говоря там отставал падал вниз и портят только репутацию ну относительно репутации не сказал бы что у нас он какая-то хорошая какая-то плохая скорее нейтральная а в принципе в принципе как бы ну это наверное не очень важно с одной стороны другой стороны конечно можно было бы но везде очень важно смотри я тебе приведу пример скажем вы зайдете в какую-нибудь игру но предположим это будет ну не знаю что сейчас выходит там один волхова волхова разе а собираете там также клана simple white образно состав под вашим брендом уходят ты сам не занимаешься этим проектом занимается кто-то другой и они начинают какой-то делать трэш на этом сервере в этой игре полноценно потом вы решили перейти в другую игру скажем открылась ну не знаю там или он открылся вы идете в или и люди которые играли будем волхова разе зная вашу репутацию которую были скажут будут говорить что нет мы не пойдем к симплан по причине того что они там вот такие нехорошие и они там творили полную дичь полную херню в этой игре один волхова разе не думал ли ты об этом принципе думал но у нас как-то так сложилось что мы редко вступаем с другими сообществами с другими гильдиями в какие-то конфликт поэтому чаще всего говорят либо тихо сидим либо высоко прыгаем в принципе особо по за репутацию бренда ты не переживаешь нет у нас сообщества в первую очередь нацелена то есть для интересной игры то есть нам приятно провести время вместе где-то в каком-то проекте слегка подоминировать то есть что-то по захватывать где-то просто пве позаниматься то есть ну мы как бы играем для себя уходили ли из того сообщества люди в большом составе но по причине того что им не нравилась ваша политика в большом составе но человек 15-20 15-20 и больше не в принципе была как-то история откололись но я уже говорил что бывали откалывались но прям чтоб уходили то есть не гильдии образно говоря уводили уходили ну прям в таких объемах нет то есть в частности бывало да что там три-четыре человека там кпшка даже например да возьмут уйдут но как бы не сыгрались и не сыгрались всяк бывает всем не угодил а хорошо давай мы немножко поговорим сейчас о тебе и потом мы вернемся к теме new world а и ты расскажешь свою причину почему вы решили перешили решили прийти в new world я так понимаю вы если я правильно записала 2015 года собрали ты собрал свой первый план это из-за x из айки буду экс-каза здесь никого не смыть 2010 2010 2015 это архейского 2010 году для чего тебе это потребуется для чего ты решил это собрать но зачем это тебе нужно на работа тут конечно не поспоришь это действительно тяжело и в некоторых моментах это может отнимать кучу нервов и сил но так вышло что в свое время когда я начинал вообще играть в этом жанре ну не нашлось возможно я плохо искал возможно еще что-то но не нашлось такой гильдии в которой мне бы ну вот прям было приятно сидеть приятно с ребятами провести время поэтому и было решено создать что-то свое и ты грубо говоря создала начальной гильдию но потом то ты же понял какой ты на себя взял груз ответственности скажи ты хоть раз пожалел на самом деле вот за все это время начиная с 2010 года сколько же 10 лет прошло даже 11 что ты вообще ввязался в эту всю историю то ты начал собирать клан вот всем этим заниматься но на самом деле конечно были трудные моменты прям иногда да может даже руки когда-то опускались но прям чтоб настолько все взять и бросить как бы но очень много сил в это вложено и просто взять и сказать все ребят расходимся но как-то будет наверное неправильно поэтому да в принципе чуть-чуть может быть когда-то что-то такое было но прям чтобы настолько чтобы что-то распустить нет нет а какое твое было самое сложное принятое решение самое сложное принятое решение самое сложное решение честно даже тяжело вспомнить они наверное все были либо простыми либо сложными прямо выделить что-то хотя в принципе наверно можно вот если взять тот же пример в лос-тарке у нас получается был человек не буду называть его никнейм потому что он тоже идет в не ворлд и скорее всего посмотрит этот стрим да он поймет о ком но ему в общем получается тот же лос-тарк был simple red то есть ему передали главу и он достаточно плохо поступил в целом то есть как я понял он чуть-чуть смухлевал продал все свое добро или забросил там еще и человека как я понял как ребята рассказывали на денежку обманул то есть как я помню что вроде то ли с голдой это был уж ну что-то такое а он в итоге короче как я понял все в итоге продал но опять таки из тех слов что мне рассказали то что с ним я чуть-чуть пообщался уже в не волде но все сошлось на том что взаимный час в общем у нас его недолюбливают и наверное вот самое фиговое решение было это передать ему да он вывел ребятам в топ по pvp в итоге нашлись люди куда лучше скажи пожалуйста раз ты затронул тему рмт что твой этот человек которому ты передал гильдию все продал как ты сам относишься к реалмайн трейнер я наверное отношусь к этому и не негативные и не положительно то есть политика примерно такая допустим в гильдии есть люди да если они хотят торговать как бы но никто им запрещать не будет пока это не касается гильдии они не будут сидеть там образно говоря в чат орать продам голду скупить быстрее то есть пока они торгуют своей валютой как бы ну вообще без проблем как только это уже начинает касаться клана всяк там вымогательство и прочее но это уж чуточку перебор так что в принципе в сообществе да и я сам как бы не против рмт но и активным сам не занимает вы было дело да там не то чтобы рмт там скрип продаж аккаунтов это был давным-давно в последнее время этим не занимает а была только продажа аккаунтов либо может быть и что-то продавала еще дополнительно вообще как ты больше относишься сейчас но на текущий момент ты больше покупаешь голду на черном рынке либо ее продаешь я не покупаю и не продаю голду максимум наверно что сейчас покупают она фанты и аккаунт и это не связано вообще самому жанром не как то есть это для фритоплейных даже не фритоплейных эти игрушки покупаешь в активации подобное это максимум мой а сколько это денег по если не секрет насколько денег если потратил за последние ну не знаю скажем два года на всякие биржи на всякие биржи но наверное тысяч 10-15 около того а если в целом сколько ты денег вложил его игры но за последний опять же возьму давай но не два года давай за последний год возьмем за последний год наверное только премиумов бдм покупал сколько они там стоили 10 долларов в месяц и то не каждый месяц так что ну в принципе небольшие деньги на самом деле из копейки в принципе да деньги на самом деле небольшие 10 долларов в месяц скажи пожалуйста сколько времени сейчас и в целом на посту своего гильд лидерства до уделяешь времени клану ну и целом играм в целом играм в день ну если брать в проект в который играю сейчас просто я как бы особо так в режиме ожиданий отчасти то 8-10 часов я этому уделяю частенько я даже не совсем правильно сказать что игра я больше наверное время уделяю сообществу нежели своей игре то есть чуть-чуть себя подкачал начал набирать людей и так далее то есть но наверное у меня такие приоритеты 8-10 часов но в принципе это достаточно много как ты это все совмещаешь со своей работой с семьей семья но я в принципе как говорят не женат поэтому этим все попроще работа я уже в принципе некоторое время не работаю так сказать на процент то есть инвестор нет просто в свое время занимался немного бизнесом развил продал как бы ну и все как бы денежка появилась положил на счет и живешь например по факту инвестора ты можно сказать вложился по идее куда-то даже деньги отнес в банк получаешь своих процентов хотя не знаю может быть не банк может акции купил облигации может быть крипту вложился может быть отчасти можно так назвать но это был именно оффлайн бизнес не но ты же говоришь что они тебе сейчас деньги приносит то есть соответственно ты же куда-то их положил и будет вас просто это просто банк а почему не в крипту слишком нестабильно как по мне сегодня один курс завтра другой как бы возможно и можно как-то предугадать я даже не спорю знаешь я когда-то я извиняюсь что перебью я просто в 2000 не помню как он когда как в общем биток стоил 10000 когда он только взлетел когда было вообще полно оси я занимался увлекался по крайней мере криптовалютами там мы проводили и оси публично размещение токенов под один проект вот и меня сильно жаба душила особенно я помню все эти взлеты падения когда биток с 2000 улетел до двадцатки потом он упал очень сильно очень много было расстроенных разоренных сейчас я смотрю на курс битка и понимаю что он стоит вообще космических денег уже не рассматриваешь ты или в целом вообще в это вложение в bitcoin но в дальнейшем как одну из прибыльных инвестиций я тебя спрашиваю как инвестор потому что ты сидишь сейчас на процентах и получаешь деньги с этого у тебя есть предпринимательская жилка и возможно ты дашь совет мне возможно нашим зрителям относительно криптовалюты в принципе если бы я задумался об этом наверное лет шесть назад когда как говорится биток был еще на минимуме свое возможно если бы я тогда вложился в него как бы может быть сейчас какой-то смысл был с другой стороны я тоже миллионером был но как по мне лично мне кажется что рынок в принципе на пике с учетом того что сейчас и дефицит полупроводников и прочее мне кажется он уже сильно выше не скопнет опять-таки могу ошибаться я не инвестор и в этом особо не разбираюсь именно в криптовалютах но мне кажется что так ладно хорошо понял спасибо за ответ то давай вернемся немножко твоему клану для чего тебе грейства зачем тебе все это вот на текущий момент на текущий момент мне просто приятно играть с людьми это достаточно может быть простой банальный ответ опять-таки я не вижу просто смысла сейчас все уже забрасывать уже слишком много сил вложено то есть опять таки это не имеет смысла да и с другой стороны если заброшу опять-таки кому-то пойдешь постоянно скитаться между одной гильдии другой третий постоянно там постоянно здесь но тоже как бы не выход на самом деле лучше играть уже среди людей с которыми ты либо знаком может быть длительное время может быть не очень да там новички конечно приходят но тем не менее это как по мне лучше в их смотри ты предпринимали бывший бывший предприниматель хотя бывших я понимаю что не бывает и ты должен понимать что самый дорогой ресурс который у нас есть это время и сейчас по факту ты тратишь время на не на гильдию ничего с этого не получаешь и меценат и меценат или кто просто например мне отчасти где-то жалко свое время которое я тратить на игры поэтому я особо ничего не собираю там не кланами ну в таком случае есть кпш когда конста который мне комфортно играть с ребятами вот мы вступили в какой-то клан и нормальный план уступили и особо не паримся в этом плане то что нужно там за меня по сути решает глава гильдия а я по сути исполняю то что требуется по крайней мере по гильдии ну папа куда там есть хоть небольшой управлять ну у нас и сама также определенная цель на самом деле конечно возможно как бы как там говорят время чуть-чуть прожигается не туда но с другой стороны как бы да может быть к это жил к там есть формально говоря но как бы это не то наверное что меня прям вставляет что мне интересно что ли то есть как бы ну пока денежка есть тебе для жизни достаточно как бы ну я не вижу смысла лишний раз рыпаться да то есть у меня нет цели там накопить миллион долларов формально говоря это там каким-то миллиардером еще чем-то то есть но мне нужен просто достаточная сумма для жизни то есть того что мне прилетать с того же процента мне более чем достаточно а ты путешествуешь или нет последнее время нет ну понятно что ковид все дела вот но после того как ты ушел с предпринимательской деятельности ну в принципе не особо на самом деле как бы было чуть-чуть это ближнее зарубежье наверное ну и один раз это была у нас япония в остальном как бы вроде как-то особо нет то есть япония просто она была мне интересно своим менталитетом относительно остального ну что как обычно россия украина ближние зарубежье не более есть не секрет сколько тебе сейчас лет 25 25 можно по голосу не скажешь да я кстати честно говоря я думал тебе за 30 извини конечно но это правда я думал там те запресс многие вас считали 25 лет 2010 года ты организовал свой клан это получается у тебя клан был в 15 лет его сделал да я еще был малолетним как сказать не буду говорить с кем то есть 15 лет за тобой пошли 10 человек ты 15 лет организовал первую сотню может быть там 16 17 да да но опять-таки к вопросу о голосе по голосу я и даже свои 15 лет звучал на все 20 поэтому как бы да а люди знаешь тебе 15 лет ну пару человек на тот момент знала но большинство нет но в общих чертах опять-таки у нас не ценился возраст мы никогда не смотрели на сколько лет человеку то есть была куча примеров а даже вот в том же бы да если мы память не подводит это был бит 16 год там был мальчик 12 лет но вроде бы как бы как бы многие сказали слишком мало вообще для всего этого но опять-таки размышлял он ну не на свой возраст ну тут примерно та же история с позволь поинтересоваться просто ты сказал что у тебя был бизнес ты стоя то что ты его продавал во сколько это организовал свой бизнес было это приблизительно около двух лет назад чтобы не соврать там а ну то есть это какой-то небольшой стартап был который просто там выстрелил ты его продал на пить правильный понимание на эти сфера или нет или сфера оффлайн ну как там говорилось залетела и залетела ну как говорится хорошо что было хорошо что нет не на это круто это реально круто блин я бы честно тоже от такого бы не отказался к сожалению все что я не пытался сделать по крайней мере с точки зрения бизнеса все у меня пролетало в трубу и потеряли на самом деле на самом деле на этом достаточно большую коллизию большую сумму он поэтому я скопу что нет больше этим заниматься не буду я поработаю на дядю и буду получать свои стабильные стабильный денежку на карту не замечаю недавно тоже смотрел подкаст не помню то ли там бандиты то ли даркнесса были там у кого-то была похожая история тоже решили не рмт что работать на дядю вроде бы это даркнесса были сильно память не подводит возможно да я не помню просто столько тоже сейчас поздно время через меня информации берем ладно вернемся к теме не ворву каком количестве вы сейчас заходите в него ну по крайней мере зашли на закрытый бета-тест и с закрытого бета-тест сколько людей мы набрали она забыта мы по факту залетели 20 человек но именно те кто залетели на наш сервер так как у нас вышла чуть-чуть путаница мы первоначально собирались залетать на леонес но не залетели потому что были слишком большие очереди решили уйти на китер поэтому нас стал чуточку меньше ну и соответственно уже впоследствии в игре мы добрались приблизительно до 50 человек это только ребят если что которые с нашего сервера то есть есть люди которые пойдут с нами но не на нашем сервере играли на збт приблизительно на данный момент если верить опять-таки дискорду нас около 90 человек то есть фактический состав ты сказал что вы собирались на леонез почему почему именно леонез выбрали изначально если мне память не подводит это было из-за game story посмотрели куда шли русские ну определенная часть скажем так мы решили туда и залететь то есть какой-то прям такой критичной причины не было то есть мы просто голосовалку запустили поголосовали ну и как бы решили леонез но потом какие сказал всех заколупало сидеть в очереди и уже прямо на старте решили пойти на китеж но и от этого все-таки пару человек попал не на тот сервер а почему вы не рассматривали например сервер асгард потому что у нас тоже шли русскоязычные сообщества кланы и достаточно крупные кланы ну мы не стремились на тот сервер который прям там топ-роф и так далее ну чуть-чуть русских было и хорошо то есть те же даркнесса были кто-то еще там вроде бы даже из русских тегов был их было более чем достаточно то есть опять-таки у нас не в проекте в планах на релиз все-таки есть опять-таки даже чуть-чуть наверное подоминировать у нас есть планы собрать 100000 забрать опять-таки территорию да но мы точно не пойдем на первый сервер ну и скорее всего в то есть мы скорее всего на 3 4 где-нибудь там пристроимся а почему вы не хотите идти на 1 2 сервер какая причина в этом в первую очередь это конкуренция как всегда потому что в любом случае будет куча топовых сообществ как минимум во вторую что же с головы вылетела и бывает 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 не отрицая посмотри опять же немножко как мысли тебе придет и расскажешь смотри по поводу конкуренции здесь же всего три фракции из каждой клана между собой это особо не конкурирует какую ты боишься конкуренцию то что вы everpall нас на старте не выкупить либо что-то еще какая у вас вообще какая у вас территория была на ките же на ките же мы не брали территорию мы на забытое просто тестили а какую территорию вы планируете вот 5 но в принципе нам не принципиально то есть какая будет на тот момент свободно то и заберем ну естественно конечно чем ближе к центру тем лучше как говорят но там как говорится кто быстрее успеет тот съест ну а в чем тогда конкуренция будет выражаться я не могу с того да я вспомнил что хотел сказать из-за чего мы не хотели идти на топ сервер потому что частенько у топ русских тегов то есть вот недавно например где-то неделю назад может быть две я посидел в дискорде то есть там те же экзайлосы были кто-то еще пообсуждали достаточно горячо все и как бы но это чуть-чуть не наше мы не любим подобный контент есть срач и все вот это связанное ну конечно понятно что это возможно их внешняя политика такая некоторые приколы это делать но как бы такого рука м Conven versa счастье 예를 подняла у них реально там полная шизофрения за ними там следят и и прочее вот либо они там боги боги все все и вся выбирается и думает все за всех есть такие люди я не отрицаю но вопрос другом а какая тебе разница какие это какие-то люди они же стоят других кланов ты с ними воевать будешь ты же с ними не будешь пить на буртер ша и не будешь с ними грубо говоря там целоваться и биться в десна но у вас не будет с ними союза то есть опять же союзников можешь выбирать те гильдии которые тебе но более симпатизируют по твоему духу с которым вас в общей цели на самом деле как там говорят достаточно открыть мировой чат чтобы все понять и я просто не знаю мировой чат никогда не открывал я честно я чат никогда не читаю поэтому для меня его всегда не ну я просто политика такая то что когда я до этого играл в игру что в белый чат мы ничего не пишем вот и все выпадает и кланчат нас не модерировался у него не в него до других играх поэтому я чат в чате только читал линейку трейд не более того на самом деле там да если не учитывать тот спам который мы на китер разводили по набору то на других серверах ситуация была несколько другая по чуть-чуть взлетал смотрел ну как правило просто выходит так что ру комьюнити частенько любит посраться друг с другом и частенько когда ты за этим наблюдаешь тебя аж хреново становится ну хреново почему они еще ConSty между собой но это же везде так и скорее всего И на других серверах тоже люди будут сраться между собой там европейцы будут сраться между собой всем воре какие русские плохие нехорошее такие они там метро в акционね нетр не традиционной сексуальной ориентации и прочее просто части это кстати то что многие тоже говорили то что европейцы там адекватные и просто многие не понимают что мы сами не понимаем что европейский пишет из клэнга прочь хотя они такие же и там также есть токсики на вопрос для чего тебе это все читает ты же сам говоришь то что чат ты не привык читается а то что срутся на стульцы срутся они же не твоим клане строится тоже верно в чем-то на конкуренция то не в конкуренции в чем тогда вот а токсичность тебе же не все равно получается тебе все равно это токсичность опять-таки если еще к этому можно добавить что вот допустим возьмем тот же асгард например да опять-таки на збт там было ну достаточно много сильных кланов опять-таки собрать тот же китеж если там все попроще в общем то есть опять-таки если у тебя появятся какие-то планы формально поконкурировать с кем-то то есть походить на осады стоит вопрос что во первых первоначально там люди уже с большим опытом много людей с альфа опять-таки у нас этого опыта с альф как таковой нет да и на збт мы не особо-то много отбегали знаю все я могу так сказать по поводу конкуренции на асгарде то что было на загарде меня игра на асгарде было экзайлоса были хаосы были клана джазплей ну и разве они воевали между собой то есть они воевали в основном где-то были и пвп в поле по крайней мере и можно было встретить полноценный пвп в поле когда там клана просто бегут заливать очки и встречает другой клан но начинается там собой травма между собой драка там на час на полтора такое встреча но это в основном были битвы за определенные там центральные города также там были клана такие же как бандит там были клана буквана underground были еще какие-то кланы которые в принципе ну честно говоря наверное я их не замечал я их не видел возможно они воевали возможно не что-то делать но по крайней мере вот эти вот все кланы которые обозначила хаос экзайлос джазплей им даже было не интересно смотреть ту сторону то есть они никакой конкуренции им не составляет у них там была война между собой то есть если клану грубо говоря там позиционирует себя как минул до их и они не трогали у может быть чего не видел того не знаю а найти тяжело много ли у вас было пвп на самом деле не то чтобы то есть но в основе опять таки кто там хилари теги были дорог на сыну в основе как бы контент делали они еще какие-то были ребята но честно к несчастью не запомнил в принципе контент какой-то был но как бы я не особо за пвп на тот момент смотрел потому что но у меня не было опыта альфы как таковой и мне было интересно пощупать за бтс разобраться что куда качать кого бить и где кого а не боишься ли ты что выборов ты третий или четвертый сервер я не говорю сейчас не про первое второе поговорю про другие которые дальние более удаленные вы потеряете наоборот большую часть контента потеряете в пвп составляющую ну потому что действительно ее может быть очень мало ну мы же все прекрасно понимаем что в этой игре как бы да пвп она есть она в принципе неплохое открытое да окей ну за исключением томаса там чуточку другой но опять-таки не стоит забывать что эта игра не только про pvp то есть если там образно говоря русскому комьюнити больше интересно полп это не значит всем интересно полупо то есть нам интересно больше поле да мы не против пвп и в любом случае мы будем участвовать нет и я тоже люби части это люблю пвп от части частично больше где ты люблю пвп у меня просто есть тоже знакомый который прям любители пвк контент курс но ты понимаешь что пвк контента здесь на полтора месяца сейчас что вы будете делать потом ну если кончится пве контент начнется пвп контент все просто но вы пвп контент можете и не встретить на таком сервер я тебе ни в чем не говорю сейчас я тебя не уговариваю куда-то идти прочее просто задаю вопрос я не но на самом деле может быть как бы мы и не встретим его да то есть но как бы ты заранее никак не угадай но как бы не будет будет видно что делать да то есть но так далеко как бы загадывать смысла особо нет потому что он ты все равно не узнаешь как она будет я с тобой полностью согласен просто то что также я много сейчас размышляю по поводу вообще вот все ситуации которые там происходят пвп пве куда таки идут но просто мне интересно у меня люди тоже приходят спрашивают говорят куда что там идут кланы где там русообщество собирается у меня как бы информация нету вот я сейчас начинаю такой небольшие опрос проводить просто для себя понять у кого какие цели и кто куда хочет идти вот и я сегодня что прям с утра пришло такое к мысли что в принципе кланы которые хотят пве составляющие даже 80 процентов 90 процентов по вес составляющей им даже будет выгодней намного идти на сервер в где будет много пвп посмотреть со стороны рмт то наверное да то есть если людям интересно это конечно больше народу больше денег несмотря даже на с точки зрения рмт потому что но в пвс оставлять многие играют пве чисто для себя точки зрения рынка будет более живой рынок пве даже контент будет более конкурентоспособен то есть где как-никак у тебя все равно будет какая-то конкуренция на тех же самых спотах урду добывать цветочки собирать тоже будет конкуренция по крайней мере ты будешь бегать уже с кем-то конкурировать кто быстрее это берет то есть какой-никакой есть челлендж ну и самое главное что твой весь труд который ты делаешь точки зрения пве он будет более более окупаться он тебе будет приносить больше плодов и пвп если ты захочешь ты всегда получишь пвп ты выйдешь с пвп флагом пойдешь на другую территорию и там тебя всегда встретит потому что он у грубо говоря на сервер куда идут п ипп она крупные кланы они идут базы пвп и они будут постоянно патрулировать там территории своей тогда они не будут лезть на другие территории там которая но не центральные потому что это не выгодно по крайней мере на забытое это было не знаю может быть на других серверах была там на другая составляющая по крайней мере будто были по-моему выгодно сидор 3 фас vários поселенение Эверфолл, Винсворд и, по-моему, Брайтвуд. Все, остальные все поселения, они там в минусы уходили. В плане того, что ты как в 100 тысяч заплатил и все. И они тебе не окупятся никогда. Ну, может, окупятся там через пару месяцев. Вполне может быть, на самом деле. Рынок, конечно, что живой будет, но, скорее всего, так и будет. Это даже, наверное, хорошо. Но, с другой стороны, туда, куда идут все русские, там есть очереди. И, ну, возможно, через пару дней... Вот это я с тобой согласен. Ну, полностью я с тобой согласен по поводу очередей. То есть, ну, это... Поэтому я сейчас не говорю то, что там нужно всем идти на какую-то серию, там, на один, на два, на три собираться. Потому что есть определенные позиции, то, что Амазона сейчас там на 2-2,5 тысячи онлайнов вместимость. Если они расширят, то да, будет это здорово. То есть, ну, я как бы, опять-таки, я не знаю, как там выйдет на релизе. То есть, мы видели примерный онлайн на ЗБТ. То есть, в пике он был там 200 с чем-то тысяч, если меня память не подводит. Да-да-да. И в первое время, как бы, в первые, как минимум, три дня попасть на какие-то топ-сервера было, ну, просто нереально. Опять-таки, учитывая, что это еще и ЗБТ. Если посмотреть, что до релиза, как бы, популярность проекта не упадет, то, скорее всего, очереди будут только больше. Особенно, если прям все захотят залететь на какой-то один сервер. То есть, ты в любом случае будешь стоять в очередях, образно говоря, там какой-нибудь работяга пришел с работы вечером, встал в очереди, утром зашел, поиграл. Ну, как бы, тоже не выход. Не, я с тобой согласен. По поводу очередей, это действительно, это сильный, мощный аргумент, потому что я тоже сам не любитель очереди. Я понимаю, как для человека, который будет приходить с работы, вечером уставший, где, там, жена под боком, тоже, там, замучил дети с детишками, поигрался. И он понимает, что, блин, вот у меня сейчас вот, ну, есть прям пару часиков, хочется ему прям посидеть, поиграть, еще там, травку пособирать, там, не знаю, по ПВП с кем-то побегать. Он включает, заходит в New World и стоит в очереди два часа. То есть, в то время, когда он мог поиграть, он стоит, просто сидит в очереди, не знает, чем заняться. Дашь ключевая, что даже не факт, что два часа. Да, не факт, что два часа, потому что он может продолжать, продолжать час пятьдесят, и потом логин сервер упадет, и ему опять в очередь заставят вставить. Я с тобой полностью согласен по поводу очередей, это действительно мощный аргумент. Но есть и тоже аргумент в сторону того, что если не будет очередей. Мы все прекрасно понимаем, что сервера, ну, New World будет большой онлайн на старте, на релизе, пока игра хайпит, там будет реклама и прочее. Но со временем, через неделю, через две, через месяц, онлайн серверов будет падать. И может получиться. Так случится, скорее всего. Ну, не скорее всего, а так действительно случится. И пойдя на четвертый, пятый, шестой сервер, через месяц, он может быть вообще мертвый быть. А, вполне может быть. Но опять-таки, как я тебе и писал недавно, то есть мы как бы сервером не определялись. То есть, ну, мы планируем вот второй, четвертый, где-то там. Если как бы, как ты говоришь, очередей не будет, как бы, ну, мы рассмотрим и другие варианты. То есть мы будем решать общим как бы голосованием, ну, к чему придем, к тому придем. То есть не будет очередей, возможно, мы пойдем и на топ-сервер. Возможно. Но если будут, это маловероятно. Хорошо. Я спасибо за ответ. Но, на самом деле, вот, ты его аргументировал, по крайней мере, ты ответил на многие там, не прокомментировал вопросы, которые я тебе сегодня еще и с утра задавал. Более развернуто, дал ответ на них. Скажи, пожалуйста, что тебе в New World понравилось, что тебе не понравилось? И чем в целом привлекла тебя эта игра? Что твой такт сюда идет? На самом деле, давненько уже не было, в принципе, подобных игрушек. То есть, ну, из того, что сейчас мы имеем, ну, опять-таки, где мы остались, то-либо, опять-таки, уже приелось. То есть, ну, там люди уже другие, да. То есть я фактически, вроде как, без проекта. И с другой стороны, как бы, и механики неплохие. То есть, опять-таки, это города, осады те же, да. То есть, опять-таки, город развивается, есть свои дома и так далее. Опять-таки, противостояние раз. То есть фракции раз, в принципе, что достаточно ключевым было в выборе. Опять-таки, например, вот тот же Ashes of Creation, да, тоже подходит под это. То есть, ну, по сути, система нодов. Это, наверное, вот лично по мне, как самое интересное. Ну, опять-таки, хорошо, что есть подземелья те же. Хоть они, как бы, и не очень в какой-то степени, но, тем не менее. В том же Black Desert, например, и того не было, да. Ну, в целом, да, я с тобой согласен. А что тебе не понравилось в New World? Что мне не понравилось в New World? В первую очередь, это постоянные вылеты. Сервер достаточно частенько лежал. Я не знаю, как там было на других серверах. У нас почему-то вот такое было очень часто. Ну, это самое. Заходишь, допустим, на Twitch, да, посмотреть. У тебя вылетело, смотришь, там, часть играет, часть вылетела. И как-то вышло так, что вроде бы наша группа почему-то вылетала чаще тех же серверов Асгарда и схожих. Ну, возможно, не вылетел. Это, во-первых, нужно отдать, сказать одно, что это было все-таки закрытое бета-тестирование. Это такие же альфы, я не спорю. Да, ну, это даже не альфы. Поэтому я из-за чего не предъявляю. То есть, это как бы минус, но это не критично. Опять-таки, с учетом того, что это закрытый тест. Был бы это релиз, конечно, это было бы уже неприятно. Так, я считаю, наоборот, хорошо, что вылетало. И то, что Амазон столкнулись с такой проблемой, по крайней мере, на закрытой бета-тестировании, на закрытой бетке столкнулись с таким ажиотажем. По крайней мере, они что-то делают. По крайней мере, даже релиз перенесли. Кстати, как ты относишься к тому, что перенос... То, что Амазон сделал перенос игры? Ну, на самом деле, мне кажется, это даже к лучшему. Конечно, с одной стороны, плохо, что придется еще лишний месяц сидеть и ждать. Но, с другой стороны, лучше выпустить более доработанный продукт, нежели в текущем состоянии. Опять-таки, если такие же вылеты были бы и на релизе, ну, лучше пусть это пофиксят, лишний раз перестрахуются. Касаемо твоего клана, который будет в него роды, какая там сейчас у вас будет модель организации? То есть, это консты, это соло-игроки? Это, не знаю, микс составляющая? Это микс. У нас небольшое количество КПшек есть. В частности, на данный момент их всего парочка. Остальное, в основном, это соло-игроки. Но мы планируем, опять-таки, желающие ребята, которые захотят сформироваться в большее количество КП. Ну, те, кто не захотят, будут играть соло. То есть, ну, мы как бы рады и КП, и соло-игрокам. В принципе, у нас, можно сказать, микс. Это здорово, это классно. А управление идет? Есть офицеры, либо управляешь всем только ты? Есть офицеры, конечно же. В одиночку все тянуть достаточно тяжеловато. А что офицеры получают за свою должность? В плане, ты имеешь в виду, платят ли им в реалии или... Ну, нет, ну, по крайней мере, понимаешь, они так же тратят свое время, свои нервы. Что-то же они должны за это получать? Либо они просто мазохисты? Ну, скорее всего, мазохисты, выходит, что так. Понятно, понятно. Ну, тоже такие люди встречаются. Ну, давай, наверное, подкаст тоже мы будем постепенно к завершению подводить. Скажи, пожалуйста, такой спич сделай небольшой. Почему люди должны вступать к тебе в клан? Ну, по крайней мере, либо кого ты ищешь? Что вам подойдет? В принципе, мы рады, опять-таки, как ПВП-игрокам, так и ПВЕ-игрокам. У нас нет какого-то такого четкого разделения. Но, в первую очередь, мы ищем людей нетоксичных, то есть, которым интересно поиграть вместе, что-то поделать, а не прийти вечером, набухаться, напиться и начать какую-то ахинею нести. То есть, у нас, в принципе, рады всем. Если человек адекватный, как бы, и он хочет играть в команде, почему бы и нет? Ну, это здорово, это здорово. Вопросы к чату. Ребят, есть у кого-то вопросы к Павлу? Ну, давайте мы, по крайней мере, подождем пару минут. Если вопросов нет, то, в принципе, наверное, мы, наверное, сможем на этом подкаст наш закончить. Да, конечно. Павел, скажи, пожалуйста, готов ли ты участвовать в дальнейшем в каких-либо подкастах? Я, в принципе, я никогда не против. Опять-таки, я за любой движ, кроме голодухи. Это здорово. Вопрос из чата. Как ты считаешь, ПВП-игроки уживаются с ПВЕ-игроками? В принципе, да. Ну, на самом деле, конечно, могут быть некоторые разногласия, и, на самом деле, многое зависит еще от организации в своей гильдии, клане или в сообществе, там, смотря у кого что. То есть, в принципе, люди могут и ПВЕ-шеры, и ПВП-шеры вместе спокойно играть. Просто у всех разные задачи. То есть, одни там формально, например, каких-то проектов могут на аренке бегать, остальные фармить. Но, опять-таки, стоит понимать, что постоянно ты на аренке не посидишь, тебе все равно придется фармить. И, как бы, в любом случае, какое-то взаимодействие должно быть. А ты относишься к ПВЕ или к ПВП? Что тебе больше нравится? Я, скорее, отношусь больше к ПВЕ. ПВЕ. А скажи, пожалуйста, какой уровень ты апнул на закрытом бета-тесте? На ЗБТ я взял, если мне память не подводит, то ли 28-й, то ли 29-й. У меня была цель взять 25-й, чтобы открыть подземелье, побегать с этим пуском, образно говоря, порталы позабирать. Ну, то есть, открыть основу контента. У нас, конкретно, у меня не было цели взять 60-й, хотя, как показала практика, некоторые ребята 50-плюс вполне себе успешно взяли. Но я лично не видел смысла тратить дополнительное время. То есть, нужно было пощупать, посмотреть, как бы свою цель я выполнил. А что-то большее, но, опять-таки, это ЗБТ все обнулится. Какой смысл за 60-м формально гнаться? Все равно же сбросится все. Что твой клан может дать игрокам? В принципе, опять-таки, это интересное времяпровождение. Также у нас в этом проекте, как минимум, но и в некоторых других у нас проводятся постоянные конкурсы. Это, опять-таки, периодически это и денежные призы, и какая-то игровая валюта. То есть, ну, мы спонсируем активных игроков в этом плане. Вопрос. Почему ты выбрал игры, а не, например, заняться бизнесом или работой? Ну, как я и сказал, из бизнеса я уже ушел, поэтому... Ну, опять-таки, не вижу смысла продолжать, как минимум, на текущий момент. То есть, это, как бы, да, неплохо, но это отнимает тоже немало времени, и, как бы, это чуточку совсем по-другому. То есть, если формально там в игре ты можешь допустить какую-то ошибку, то с бизнесом это так чуточку не работает. Ты можешь допустить такую ошибку, что потом не вылезешь. Поэтому это везде свои риски. Ну, понимаешь, что бизнес тебя будет дальше кормить, а игры нет. Тоже верно. Но, с другой стороны, как я сказал, мне слишком многого не надо. То есть, ну, мне на ближайшее время более чем хватит. На ближайшее время, это я на далекое будущее уже говорю. Можно там лет через пять, да, когда уже какой-то там дефицит начнется, когда, возможно, начну чем-то еще в этом плане заниматься. Но конкретно на данный момент я не вижу в этом смысла. А кто ты по образованию? И вообще есть ли у тебя вышка? Нет, вышки у меня нет. Опять-таки в свое время, как там говорят, не видел особого в этом смысла. Как бы, да, там всегда постоянно все говорили, тебе нужно высшее образование, без высшего образования никто и так далее. Но, как правило, частенько это не совсем так. Да, это полезно, в каких-то сферах, возможно, даже поможет. Но, как бы, нет. Не, я с тобой согласен. По крайней мере, у меня за все мое, за всю мою рабочую деятельность, я работ, в принципе, сменил порядка пяти или восьми, где-то так. Ну, нужно почитать, по-моему, восемь. Ну, опять-таки, да, это еще очень много времени занимает. То есть, вот если взять простой пример, у меня есть одна знакомая художница, она отучилась там, ну, достаточно приличный срок, получается, в этой художественной школе, да, чтобы научиться там что-то рисовать формально. Да, она там научилась рисовать, но, с другой стороны, сейчас такие времена, что сейчас в интернете можно за более короткий срок научиться куда большему. Поэтому, ну, как бы, дело такое. Да, как бы корочка, возможно, это тебе чуточку поможет, но я думаю, это не настолько критично. На самом деле, извини, что перебиваю, на самом деле институт, по крайней мере, университет, да, он дает немножко другой аспект. Он дает тебе не столько знаний, которые ты, может, получаешь, сколько он тебя обучает в самой учебе, что ты можешь учиться, что ты можешь самосовершенствоваться, по крайней мере, в российских вузах. Почему это так? Ну, технически, 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 которые были ближе к бизнесу, почему это так? Потому что программы утверждают раз в пять лет, а бизнес, по крайней мере, и технологии, они меняются в разы быстрее. И все твои знания, которые тебе даются в универе, они, по сути, тебе ничто. То есть, тебе приходится самообразовываться постоянно. И второе, самый важный аспект, что тебе дает образование, по крайней мере учеба, оно тебе дает нетворкинг, так называемый, да, это связи, это общение, ты начинаешь больше социализироваться, ты начинаешь общаться, то есть, это самый классный, на самом деле, скилл, да, самый классный, ну, даже не скилл, а самый классный, наверное, как это сказать, знание, самую классную вещь, вот это как раз тебе и дает универ. Это общение, это знакомство, это связь. Например, я так же, я общаюсь, я периодически поддерживаю связь со своими, можно сказать, однокашниками, да, с которыми я учился в группе, кто-то из них тоже сейчас в бизнес подался, достаточно успешно там развивает, кто-то по другой специальности, а кто-то там забеременел, вышел замуж и ничего не делает, но хотя тоже, в принципе, где-то с кем-то приятно общаться. Ну, с одной стороны, как бы, да, ты прав, но с другой стороны, опять-таки, тут тоже как повезет, то есть, опять-таки, смотря, куда поступишь, может быть, ты обретешь какие-то полезные связи, может быть, просто потратить время впустую, то есть, тут такая игра в двух концах. Ну, ты знаешь, я учился на вечерке после армии, и как бы время я впустую не тратил, я универ посещал, ну, практически каждый день, там, в основном, первый курс с понедельника по пятницу, каждый день мы учились, с 19 до 22.00 по Москве. То есть, в принципе, самое такое удобное, оптимальное время, когда ты не столько знаний получаешь, хотя тоже интересное знание, и интересное знание тебе дают, вот, и бизнес-тренера нас там обучали, вот, сколько ты просто уже, там, после работы спокойно, с твоими же, можно отчасти сказать, да, знакомыми коллегами по будущему, общаешься и хорошо проводишь время. Научки, я не знаю, как дела обстоят, я на вочной форме обучения не учился, ну, точнее, как я учился, я проучился полтора месяца, потом я ушел из университетов. Вот, не исключено, да. Может быть, оно, как бы, все-таки получится, но, опять-таки, тут как повезет все, на самом деле, то есть, рулетка. Рулетка, не рулетка, я на самом деле тоже сейчас, у меня есть, у меня высшее образование, я сейчас, по крайней мере, может быть, в следующем году, на следующий год, либо через год, я планирую дальше идти, либо это в магистратуру пойду, либо в MBA. И, по крайней мере, я не думаю, что я о чем-то пожалею. Входи, денег нужно много выкинуть. Ладно, вернемся дальше к вопросам. Так, мне кажется, это говорит принц, мне кажется, все, кто уходит из бизнеса, не будут хотеть играть. И если ушел откуда-то, и если ушел откуда-то, ты берешь деньги. Ну, это ты уже сказал, то, что деньги ты, я так понимаю, берешь из вложений, которые ты положил в банк. Продажи бенусы. Один человек прям очень спамит одним вопросом. Павел, это очень важный вопрос. Почему вы назвали клан «Белая раса» и 10 лет играете в «Терпел»? Относительно «Белая раса», мне кажется, это не «Белая раса», это переводится чуточку по-другому. Это просто «Белая». Не знаю, откуда здесь слово «раса» появилось. На самом деле, уже что-то там придумали. Переводится это просто к «Белой». То есть, не обязательно даже «Белая» опять-таки, как я уже и говорил. «Ред», «Грин» и так далее. То есть, «Колларс». Поэтому не факт, что даже «Белая». А так, что там еще было? Вопрос. Ты сказал, что у PvP игроков преобладает RMT. Когда как ты считаешь, что PvE игроки делают с ненужным им золотом, если они только данжей ходят? Зависит, на самом деле, еще от окружения. То есть, кто-то начнет торговать валютой, в принципе, то же самое, что и PvP-шеры. Кто-то будет оставлять это в игре. И кто-то вообще просто скинет в казну гильдии и скажет, давайте устроим конкурс. То есть, ну, тут, на самом деле, от человека зависит. То есть, ну, за каждого не могу сказать. То есть, каждый сам для себя решит, что он будет делать с этим золотом. А как вы будете удерживать замок, если вы PvE-клан? Несмотря на то, что у нас основной контент – это PvE, это не значит, что у нас не будет PvP-игроков. И опять-таки, стоит учитывать, что это New World, и здесь есть система наемников. Про это не стоит забывать. Если есть какой-то костяк PvP формально, то вполне себе можно набрать наемников. Как бы, ну, это тоже решение проблемы. Конечно, лучше своими ходить, но вдруг что? Вполне себе вариант. Как ты относишься к РМТ-шерам в твоей гильдии? Есть ли они у тебя вообще? Я вроде бы уже отвечал на этот вопрос, но повторюсь еще раз. Мы не против РМТ-шеров. Они у нас есть. Они есть везде, если поискать. Или практически везде. Опять-таки, пока это не касается гильдии, то есть, пока они не пытаются пропихнуть, так сказать, свое РМТ внутрь сообщества, то есть, чтобы начали другие люди заниматься и так далее. То есть, все этим торгователи, там, не знаю, с казны, не дай бог, еще, чтобы снимали, чтобы торговали. Потому что тут уже некоторые говорили, вот тот же мертвый, сука там, он обещал 200 долларов в день или сколько? Уже даже не помню. Ну, это мертвый. Мертвый много что обещает. Да, мертвый, да. Как ты думаешь, сколько зарабатывают главы гильдии и сколько сможешь зарабатывать ты? Я не знаю, сколько там будут зарабатывать главы, конечно. Естественно, если, опять-таки, про РМТ говорить, на релизе по-любому цена на валюту будет выше. Хотя, с одной стороны, на стартовом контенте, как бы она, ну, вот замок купить, да, 100 тысяч, ну, опять-таки, там, по тысяче человек, формально говоря. Ну, и на стартовом контенте она, вроде бы, особо как-то больше не нужна. Ну, там, по мелочам, да, нужна. Починиться, там, может быть, что-то науки купить. Но, как я понял из слов ребят, она в основном нужна будет на более высоких уровнях. То есть, это 40 плюс. Что, давай этот вопрос также зададим в чат, он, по крайней мере, он более-менее активный. Чат, как вы думаете, сколько зарабатывают главы гильдии на РМТ? Просто сумма напишите. Вообще, главы гильдии, ну, то есть, формально, если представить, что вся гильдия, конечно, будет этим заниматься, и все будут прямо в казну скидывать, то, конечно, я думаю, вполне себе можно. Но, опять-таки, если находить покупателей, найти их, скорее всего, можно, если знать, как с этим работать. То, в принципе, наверное, приличная сумма. Но, опять-таки, мы не планируем собирать деньги в казну, потом и МРМТшить, либо еще куда-то их девать. То есть, все, что приходит в казну, в ту же, то остается в гильдии. То есть, если это не уходит на замок, там на какую-то войну или еще что-то, это в итоге раздастся игрокам. То есть, ну, мы не планируем торговать. То есть, твои деньги, как бы хочешь, пожалуйста, иди торгуй. Но общими нет. Не думал ли ты сам заняться РМТ, пока у тебя, ну, нету бизнеса? Я боюсь, что это. Ну, не то, чтобы вообще, в принципе, большие деньги. Ну, может быть, опять-таки, как и сказал на старте, что-то и будет. Но со временем, опять-таки, это все обвалится в цене. Особенно, кстати, вот еще один минус в копилку для РМТшеров, которые хотят пойти на топ-сервер. Там, где больше валюты, там цены ниже, как правило. Ну, по логике, как минимум. Ну, где-то, наверное, да, я с тобой согласен. Вопросов, в принципе, наверное, сейчас больше нет. Спасибо, наверное, тебе за подкаст. Потому что время тоже уже 22.06. Мы вроде бы договаривались как раз до 10 часов. Надеюсь, тебе подкаст понравился. Завтра подкаст этот выйдет в записи на Ютубе в 12 часов по Москве. Может быть, чуть раньше, может быть, чуть позже. Вот, где-то так, примерно на это время. Есть ли у тебя какие-то вопросы к чату, ко мне, либо еще куда-то? Ну, на самом деле, к чату особо вопросов нет, как там говорилось. Люди жаждут крови. Но, к несчастью, я не тот, кто ее даст. Павел, спасибо тебе большое. Мы с тобой еще спишемся, наверное, чуть позже, ближе к релизу, это точно. По крайней мере, я уточню, на какой сервер вы пойдете. Да, потому что я себе тоже хочу такую информацию записать, пометить. Вот, и в дальнейшем, если кто-то будет спрашивать, по крайней мере, я буду рекомендовать, на каком сервере будут играть Руязычные кланы, ну, и, в принципе, как они себя будут позиционировать на этих серверах. Вот, тебе еще раз большое спасибо за подкаст. Да, там, если что, да, тебе тоже, как бы, большое спасибо за все это, как бы, чату тоже. В принципе, хоть там и некоторые чуть неуместно выражались, но, тем не менее, тоже всем спасибо. Да, Павел будет платить налоги, как там пишут в чате, за свою ПВЕ-активность. Ну, в чате много что пишут, мне всегда нужно на это обращать внимание. Как знаешь, говорят, на заборе тоже много всего написано. Это да. Ладно, спасибо тебе большое. Чат, вам тоже большое спасибо за то, что были присутствовали на этом подкасте. Всем спасибо, ну и берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok